Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сука, класс! Самое главное не забывать о трех подсказках, это пульт чудес. Вы называете пять букв. Приезжаете к Убовичу, помогает? Если попадаете, я говорю, что эти буквы есть в слове. Звонок другу и подсказка зала. Все очень просто. Мы под вашими сиденьями закрепили пульты специальные. Нажимаете кнопки. И переключаете шоу. Один балл Илья Макаров. Что ж он делает, а? Так, анекдот. Минус балл Александр Завродин. Отлично. Ой, класс. Не смей больше этого. Итак, первое слово. Попроще, посложнее. Ну давай с чего-нибудь простого зайдем, чтобы у нас вариация открылась. Либо давай наоборот, знаешь, вот прям с угла пойдем. Типа вот, чтобы мы такие, знаешь, не вот эти. Ну, Рим я знаю, а вот дальше туплю час. С угла, то есть можно еще его как-то, блядь, фигурно заполнять, блядь. Как боском бой. Из центра вот так, давайте как плесень пойдем. Плесень пойдем. Чисто надолго в холодильнике забыть сканвор. Что, сбоку, с угла откуда? Ну давай. Ну давай с угла. Царица Египта. Ну, не фертите. Фертите? Не фертите. Не фертите мне тоже. Че, кто нафертел, а? Царица Египта. Нормально, не фертите. А поэтому пирамида такая, чтобы весь фертеж уходил. Там еще проветривается. Там вот эти вот туннели, которые в углу выходят. Так, ну что? Поэтому до сих пор там люди убирают, археологи. Какая не фертите? Я не знаю. Клеопатра подходит. А не фертите не подходит? А можно отдельного человека, кто считает, сколько букв? Ну, Клеопатра, хули. Царица Египта. Клеопатра. Все. Это кто? Получается Макару. Второй балл. Вау. Какое честное шоу. А не фертите кто тогда? Это тоже царица, но которая не подходит. Не, не, это две сестры. Она одна не фертитя. Нобелевский металл для кюри. Ну все, мы въебались. Что? Нобелевский металл для кюри. Сколько букв? Молодой человек. Букв пять. Нобелевский металл для кюри. Я хотел попробовать, получится мне сломать шоу или нет. Нобелевский металл для кюри. За хитражопость плюс балл Илья Макаров. Да, но только он услышал, как Нобелевский металл для Юрий. Минус семь, пошел нахер. Подходит. Нобелевский металл для кюри пять букв. Уран явно уранн. Уран может быть с удвоенной. Для кюри. Более металлов еще так много. Нобелевский металл для кюри. Уран, лоп, 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 свинец. Нет, ну кюри чем предполагать? Ты понимаешь, что такое кюри вообще? Мария Складовская кюри, которая придумала вот это все. Правильно говорю, что Складовская? Ну и муж ее кюри. Они придумывали все вот это, вот радиацию приколы. И еще и померли от нее. Они придумали радиацию? Ну нет, они такие, смотри, что я придумал. Мы от этого через пару лет умрем. Свинец? Клево, я люблю тебя. Ну, свинец шесть букв. Пять букв. Сви? Свиня. 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 Нобелевский металл. Ну что вы, ну? Ну? А что, ради? Получается так. Пошел ты! Илья Макаров вообще. Да он мне его передал, если я психосчитывание умею делать, я виноват. Чисто психоанализ сделал, да и все. Ну это вообще, как это? Ты что, козел? У тебя не было версии и резко ради. Ага, ради. Ну я остановлю и ради. Нет, знаешь, ты же как зеленый. Свиняй. Свиняй. Это все было видно. Ой, только мне часы не подсказали. Ради. Надо не забыть. Ради, ради. Так, у нас, значит, центр полетов в США. Хьюстон у нас с проблемой. Четыре буквы. Наса. Да. Илья Макаров. Охуенное шоу. Ее здесь круто. Кстати, приз, билет на плацкарт в Анапуу на двоих. Охуенное было. И четыре кота с конвордом. На двоих, но на одно место, да? Да, обязательно. На верхнее. Шпионский алфавит. Шифр. Морз. Александр Забродин, ребята. Вот так вот. Это потрясающе просто. Так, вы, конечно, мужики умные, но, блядь, тут камера заплачена. Да, вы куда это? Я понял. Понял. Понял, да? Я понял. Так. Морзский алфавит. Понятно. Ну, все. Это было круто. Конечно. Самая крупная из чистиковых. Чистиковых? Что? Чистиковых. Не знаю, это семья, может, какая-то. Это сериал Чистиковых на СС. Чистиковых. На Новый год в Чистиковых. Наташа. Мухарек. Терраги, блядь. Самое крупное. Это семейство Чистиковых. Самое крупное из чистиковых. Или из чистиковых. Семейство Чистиковых. Это животные, которые, несмотря на погоду, полностью чисты остаются. Это у нас. Это рыбы. Они в воде. Они в любую погоду чистую. Самое крупное – кит. Кит. Пять букв. Есть открытая. Какая открытая? Третья – И. Последняя – А. Сайра. В масле, в собственном соку. Чистикова. 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 Чистикова – это кто? Или Чистикова. Ну, можем другие слова подразумевать. Да, конечно. Это в каком составе Агры? Пошла, пошла. Чистиковый пока надо. Давай, вот чтобы мы чистиковых… Хотите попроще? Вьюг. А? Вьюг. Что? Вьюг. Это вопрос такой. В север, блядь. Вьюг? Что за вопрос? Вьюг? Да. Там К на конце. Вьюг. Вьюг? Вьюг. Вьюг – четыре буквы. Вьюг – четыре буквы? Да. Это растение какое-то, блядь. Типа было пять, тебе понятия стало. Не, блядь, вьюг. Вьюг? Вьюг. Это рифму надо придумать, блядь. В, мягкий знак, юг. Это вопрос такой. Вьюг. Лоза? Ну, ты же, блядь, лесник. Четыре буквы. И что, блядь? Давай разберемся, что такое вьюг. Вот именно, надо разобрать, что такое вьюг. Что-то вьющиеся. Блядь, может, тут рифма нужна? Хотя это не вьющ. Вьюг? Вьюг. Давай другую. У тебя есть знакомый вьюг? Мы же можем менять, да? Я могу сказать буквы здесь есть. А, тут есть буквы, давай. Первая Н. Первая Н. Четыре там их, да? Третья Ша. Наша вьюг. Ну, очень рядом. Наша. Забав. Наша. Очень рядом с нашей. Вьюг. Что такое? Что значит навьючить? Нагрузить. Ноша. Ноша. Александр Забровин. Профессионально тянем время, я тоже знал. Следующее. Так, значит. Знал. Кража с завода. Завода это не с уны. Кража, сам процесс, наверное. А, кража с завода? Саботаж. Саботаж? Саботаж. Кто, знаешь, кто кружку опять взял, блядь? Кража с завода. Завод. Четыре буквы. Ни одно не открыто. Дело. Кража с завода. Кража с завода. Вообще, это уважается. Что об этом говорил Леонид Канискин? Нормально бы оплатили, мы бы ничего не крали. Это больше четырех букв. Кража с завода. Доля воровская? Да. Ну, кажется, долю после кражи получает. Так, ладно, давайте открывать. Крупный бык, шесть букв. Экспорт, блядь? Или что, нахуй? Нет, экспорт. Знаний в голове, это National Geographic и Discovery, блядь. А у меня... Как я мог прослушать? Как ты мог пропустить программу про кражу с завода? Как это делается? Был. Так, сзади пометил, пометил. Четыре-три счет, кстати. Просто поговорить с ним потом. Да, пометить. Надо... Вам, кстати, слышно, на маленьких... Поговорить насчет кепки. Итого у нас в краже с завода первое у... 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 Унес. Мне нравится. Ушло. Да, оно ушло. Могут быть такие слова. Ушло, блядь. Ушло. Мы можем прописать. Не, ушло это, блядь, где славяне набирали воду им, блядь. Возьми, ушло. 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 Сына умыл просто. Ушло, унес, да? Вот такие мы будем слова. Ну, а как? Можно штрихпунктиром написать... Штрихпунктиром написать ушло. В очке кто ноги приделал, ну да, как там говорят. У... А есть что-то еще, чтобы мы их краше с завода приблизились, конечно? Столица на реке Ишим. Я их читала? Ишим? Ишим. Столица на реке Ишим? Ишим. Гвакс, да, по-моему. Сколько букв? Шесть, как и в Буйволе. Хочу использовать звонок другу. Сразу? Давай. Я просто вспомнил, что у меня... Кому будем звонить? Саша Ваш. Это же географ на... Самый географ из всех моих друзей. Александру Вашу звоним, давайте поддержим ребята. Товарищ ведущий, напомните вопрос. Столица на реке Ишим. Шим и Шим. Я бы ответил Бишкек, но что нам скажет Саша Ваш? И Влади и Хамиль. Да, Макар, я сейчас не смеюсь, что делаешь? А Бишкек подходит? Да. Вот такие мы друзья, блядь. Так вот. Зимний, еля-ля. Пошел. Ну все, понятно. Пиши Бишкек. Что пишем, гандон? Да? А сколько букв? Шесть букв. Я думаю, что это Бишкек. Бишкек? Ну пишем Бишкек. Да нет, да смотри, пишем, блядь. Ладно, не пишем. Это правильно. Ребят, ничего не пишем. Дозвонимся до Ваша. Во сколько бы он не взял трубку? Мы скажем так, что мы хуйню хоть скаяли, написали и не сходится. Мы можем потом переделать, если не сошлось. Как обычно и делается в сканвордах. А ты сам тоже не знаешь правильных ответов, да? Да, ну я могу посмотреть. Мы просто идем на ощупь, как в сапёре, блядь, в Индусе. Да. Флажками отставились. Да, чисто хуй знает, рванет она, блядь, по конце там, блядь, или нет. Ну ладно тогда. А почему ты нам ставишь баллы тогда, если там может быть не подходит ничего? Ну это ж люди, приколы всякое там. Да нет, тут, блядь. Здесь же очевидно, блядь, что НАСА. Ну. Ну. И Бишкек тоже. Ну с Бишкеком перепроверю сейчас, ладно. Давай, перепроверь. Я пока водочки хуйну. Давай, брат. Один не пей только. Сейчас водочки хуйнешь, такой. Ну с завода это, конечно... Ушло. Ушло. Это, конечно, оно ушло. Оно ушло. По камерам посмотрели, а оно действительно вон втул... Отмена, Бишкек, минус балл заобродин. Вмел смута. Пиздец. Я ни слова не скажу. Ты как-то загуглил внутри сканворда? Тут же сзади есть. Аааа. Потому что решебника никак не было. Да я, блядь, давно печатное ничего не трогал. Ладно, не все. Так, что? Давайте открывать буквы. Что у нас завод, у нас столица на реке и Шим, и сказка. Да, смотрите, давайте, короче, завод, это не обязательно завод, это что угодно может быть. Кража. Это просто просторечное. Сланговое что-то. Просторечное, да, такое. Начинается с буквы У. Да, надеюсь, от действия оттолкнитесь. Упер. Ну вот что-то в этом. Унес. Утек. Почти, забо, вот назад. Упер. Нет, унес у тебя было. Унес. А если вот существительное прямо из этого слова сделать? Унса. Налейте унсам. Это баллы. Существительное слово унес. Попробуй. За это баллы дают. Блин. Унос. Вот, Александр Забродин. Умот. Твою нахуй. Я отговорю, существительное сделать. А ну же вот оно было. На языке я уже вот оно. Уплёдло. Знойный танец. Танго знойное бывает. Семь букв. А бывает не танго. Танго-го. Знойный танец. Та-танго. Хм. Та-танго. Что знойное? Что ты последний раз танцевал знойное? Знойный танец. Четвертое Б. Семь букв. Четвертое Б. Этихтоник, да, брат? Не подошло. Это не знойное. Семь букв. Зажигательный какой-то. Ну, мне кажется. Самба-румба-ба. Я не уверен. Скорее всего. Может быть стриптиз. На свадьбах это танцуют. Ламбада. Александр Забродин. Да пиздец. Не подсказывает вам? Постанова! Мясо на гриле. Шашлык. Это уже... Шашлык не подходит? Стейк. Илья Макаров. Даже буквы ни одной тебе не понадобилось открыть. Просто сразу. По запаху понял, да? Ну, конечно. Я на слюнца подходит уже. Да. Стейк. Бал. Макаров. Три минут с одной стороны, три минут с другой. Еще в духовке 70 градусов. 15 минут доводим, блядь, чтобы сок разошелся. Вы записывайте, что сидите. Он больше не повторять не будет. Нормально. Вот маслечком так с розмарином. Подожди. Масло так вот накидываешь. Тормозни, тормозни. А теперь все вместе? Ну, это же тоже все песни, да. И все-таки вот так вот посолил, посолил. Вот так вот. Вот она, блядь. Вот она пошла. Вот она, блядь. Это кому баллов за это сейчас ставить? 1-1. Ну, а смысл это ставить вообще? Так, следующее у нас. Пятиугольный оплот крепости. Кремль. Семь букв. Водка Немиров. Оплот крепости. Это пиво охотокрепки. Оплот крепости, да. И вот это все. Попотребление алкогольное разрушительно для вашей жизни. Вторая буква А. Четвертая Т. Надо вспомнить из прошлой жизни. Закрыть ворота! Во-во-во, вообще в ту сторону. Лучники! На авангард! Вспоминай, знаешь, ну-ка защищаем оплот крепости! Вот этот вот! Вилла у меня даже. Надежда. Может, а ну... Пятиугольный оплот крепости. Пятиугольный оплот крепости. Здесь надо вспомнить игру героев, что-то такое. Там точно в это слово... Капитолий, блядь, что-то... Рядом. Сука. Грифоны. Грифоны там жили. Башня. Грифоны. Вторая А. Четвертая Т. Башня. Бастион. Александр Забродин. Это круто. Я вспомнил, как я вот с виллами бегу. А защищайте, защищайте. Откройте, я не успел забежать. И назад у Смолурию. Плевай, плевай его Смолой, Смолой. Мочуй, обосы, обосы, чтобы ему обидно было. Прикинь, умер, еще и обидно. Умер. Так, отлично, идем. Ударный мороз. Семь букв. Холода. Ударный мороз. Ударный мороз. Семь букв. У меня есть версия, кстати. Вторая О, четвертая О. Холодок. Вот это удар. Удар. По яичкам удар, то, скорее. Ударный. Да, блядь, какой-то ментос. Это тоже рекламный какой-то. Давай ударный оплод. Ударный мороз. Дед. Может, подсказка какая-то. Может. Есть? Можно полечудес подсказка. Я вам даю право сказать пять букв. Да у нас и так две буквы там. О. Да. Это одна, у нас и так там одна буква. Мы как-то так угадали, что там две О, вот так охуеть. Да, просто вы два разных слова отгадали. Сука, как симпатично. Хотел бы я это видеть, конечно. Ударный мороз. Ударный мороз, да. Ну, очень сильный мороз. А прикинь, там... После... Ну, это надо пришли на быстренько перечитать. А может быть, там вот такой, типа, О-о-о-о, бля, вот так. Вполне. Вполне. Ну, балл точно за это может быть. За бродик. Или о-о-о. Когда в окно смотришь, это... О, ну и нахуй. И на печку назад. Давайте дальше отгадывать. Хотите какое-нибудь длинное слово? Бутылочный утиль. Десять букв. Стеклотара. Стеклотара, да, пацаны. Это круто. Это да. Синхронные. Это да. То, что сдавали, никогда не забудем, нахуй. Так, Макси... Макси-ящерица. Макси-ящерица? Что? Это ворон. Да. Вы заебали. А какой был Макси-ящерица? Макси-ящерица. Опять, сука, блядь, у меня Animal Planet здесь под носом, блядь, вели. Да я чертовски хорош у этих вопросов. Твои вопросы все. Просто пока я что-то там рассуждаю. Ящерица большая, ворон. Угу, все, балл пошел. Блин, да, да, понял, что все мои навыки и знания заканчиваются шотами и тиктоками. Вот это. Знаешь, где? Вселенная, часть 2. Что будет, если лететь бесконечно? Слушай. Да, если продолжение в паблике в каком-то, то ты так и не узнаешь ответ, что там прикуплено. Да, там никогда нету. Там что-то другое. А я сейчас залип, вот это, знаешь, когда турок достает в речке камень. Щеп, щеп, щеп. Нет. Моет его, да? И вот на костре на камне, типа, мясо такое хуяк. Такой вот это. И почему-то я думаю, ну, по-любому, следующий кадр, типа, он за кустами. Не снимай, блядь. Ну, блядь, он сырой. И камнем в жопу вытирает. И камнем в жопу вытирает. Поуже нашел. Просто раскаленный камень, да? Бомба. А еще бани делают, знаешь? Это по черному. Берегавые, да. Накрывает, пойду. Ну, это я так скажу, баньку. Ну, какие-то знания у нас есть. Все-таки имею. Сейчас под это сканворд составим, под что знаем. Московский говор. Шесть букв. Московский говор? Да. Я сам вахожу. Есть такой? Блядь. 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 Вот так. Блядь. Блядь. Франт фрэйл. Франт фрэйл. Блядь, что это может быть? Московский говор. Змузи. Я хочу немножко змузи. Авокадо. А может, апироль какой-нибудь? Я не знаю. Московский говор. А я откуда знаю? Московский говор. А есть вообще название для говора в каком-нибудь в Курске? Вообще есть, да. Сейчас скажу. Вы же там тоже. Наше. Суржик. 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 Но это помесь языков. Да. Суржик есть. Это шо? Гэ, вот это. Вот это суржик. Черноземская наша вот эта. Да. О, ничего себе. Ну, это неожиданный, кстати. Ну, вообще неожиданный. Тяжело? Ну, нет. Это возможно. Я вас сейчас... Типа апельсин? Московский говор. Заклепка. Короче. Есть манера говорения. Давайте я вас наведу через другой регион. Если в других регионах вот... Акцент? Нет, нет, нет. Да, ну, нет. Так, в других регионах есть люди, и они... И они вот тоже что-то делают. Какие вообще в России есть говора? Что делают? Окуют, ак... Ну, аканье в Москве. Окуют. А в Москве? Акают. И как это называется? Аканье. Аканье, да! Самый пипец, что мы такие сидим-то... Ну, в Москве такие... А-а-а-а-а... И такие, что это может быть? Черт. А я не замечал. Вы замечали? Я никогда не замечал. Нет, есть, наверное. Кто замечал? Ну, на севере Окуя. Да? Акканье. Ровно две секунды назад где-то я это слышал. Акканье. Ну ладно, ну че? Ну да. Да ладно, ну че? Саня. Да. Саня. 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 Саш, Саш, Саш. А в Сибири, вы... Саня. 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 А в Сибири... Саня. Да ну, ебан. Саня, 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 да ладно, че ты, надо нормально. Саня. А на юге в Ростове как? В Ростове? Саня, 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 че он, Саня? Там они уже подвыпившие, он на улыбке такой. Саня, Саня. Саня, Саня. Класс вообще. Так, ну что? В Ростове, ты просто разные степени опьянения одного человека сейчас показывал. Да, он просто его по стороне мотает нахуй, он... Да, да, да. Саня, Саню не может найти. Мы, кстати, дошли до нашей промежуточной точки, мы решили немножко поменять деятельность. И тут, кстати, в коте-сканворде, в Лешкином коте тоже, есть анекдоты. Блядь. Да, да, анекдоты, ребят. Я их почитал, и мне показалось, что они не очень смешные. И я хочу сейчас с пацанами добить их. Как считаете? Клевая идея. Типа ты читаешь первую половину анекдота. Я вам читаю, заход анекдота, да, вы добиваете. Нихояс, анекдотная пауза. Дорогой, ты не поверишь. Нихояс ее. Макс, а там есть такое, вот ты нам прочитал, дорогой, ты не поверишь, а там анекдот на страницу весь остальной. Нет, 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 я такие. Такой же короткий, да? Да, да, с добивкой. Добивка фраза. Я вообще не представляю. Вот сейчас точно звони вашему. Я вообще представил, что он забегает в комнату, она на потолке сидит. Дорогой, ты не поверишь. Ладно, к сканвордам, пацаны, че уж, я машину разбила. Макс, Макс, а ей, ну вот, как это звучало в оригинале? Дорогой, ты не поверишь, и что там было дальше? Этот суп я испекла сама. Да нормальные анекдоты, че ты донишь? Да, а че? Типа она забыла его на кастрюле, выпарилась вода, и он прячился в пирог. Нет, скорее всего, она типа не понимает. Здесь есть фоника, блядь, а ленят анекдоты, блядь. Он робко заглянул в вырез ее платья. И увидел член. Александр Забродин, балл. Он робко заглянул в вырез ее платья, на ней были голубые туфельки. Ты так из журнала разорвешь. Я понял. Что с анекдотами? Было же смешно когда-то. Так, сейчас, я смешнее, мужики. Мы как ракеты сейчас откинем хуйню и дальше полетим. Две разгоны, четыре ступени были. Откинули, да. Ну как, в кадровое агентство успешно сходил? Да, вон сколько кадров наснял. Я уверен, что добивка именно такая. Почему прокуроры на пенсии становятся заядлыми дачниками? Любят сажать. Скорее всего, так так и есть. Да, они просто уже не могут не сажать. Александр Забродин. Все. Лешкин ход, свяжитесь. Вам нужен аппарат. Вот тебе Трактенберг в серебряном. Так. Мадам, приглашаю вас выпить пакетик вина. Сука. Она говорит, может, бутылочку? Нет, оно с кранчиком вот этого. В квадратной коробке. Приглашаю вас выпить пакетик вина. Может, бутылочку? Может, бутылочку? Так в пакете три бутылочки. Еще? Нет, давай. Мадам, приглашаю вас выпить пакетик вина. Может, бутылочку? Нет, на бутылочку потом садится больно. Такой там, такой, прикинь. Такие бы добивки были, если бы назывался кот хуй плет. Вот тогда бы и члены были бы, все было бы. Мадам, приглашаю вас выпить пакетик вина. Может, бутылочку? Не льстите себе, мадам. Ой, как оскорбить. Тонко, тонко. Нельзя такая женщина бежать. Нельзя так в метро разговаривать. Если у шкафа купе убрать дверь... То будет шкаф плацкарт. Они сами забрали, блядь. Блядь, там следующий раунд частушки. Ебать ты вперед выйдешь, Заба. А я как раз и с аккордеоном. А если две полки убрать, то шкаф СВ. Но там дверь все равно. Я знал, что не зайдет точно. Илья Макаров, балл за старотик. Максиму Евдокимову балл за вложение. Ну давай еще один. Давай. Мы только разогрелись. Да? Давай запродолжим. Пап, а мне сегодня приснилось, что ты мне дал 3000 рублей. А, блядь, ложись спать и верни мне их обратно. Да, я тебе 1000 давал. Давай себе обратно. Либо он говорит наоборот, я сейчас лягу спать и ты мне их верни. Вот что-нибудь такое. Да, тоже, кстати, неплохо. А мне приснилось, что ты ушел и мы с матерью вдвоем теперь живем. Гандон на тварь поведаешь? Да, а мне приснилось, что ты неприемный. Спасибо. Ну что, правильный ответ? Давай. Пап, мне сегодня приснилось, что ты дал мне 3000 рублей. Оставь их себе, сынок. Ну это, блядь, это... Не надо, не надо тоже. Хуйня, согласитесь. Круто. Финальный? Анекдот? Ну давай. Анекдот, да. Скажите, а где тут поезд на Саратов? Уже ушел. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Повторяю. Уже ушел. Да ладно, мужик, не расстраивайся, блядь. Ну тут еще билеты есть. Такой разговор, да, он пошел. Заходи, выпьем. Че ты, посиди, я тут один все равно сижу делать тех. Ну тут места немного, у меня дверь, мое ебло, и сразу микрофон. Очень близко. Ой, блядь. Скажите, где тут поезд на Саратов? Уже ушел. Уже ушел. Уже ушел. Мы можем продолжать эту историю. А куда, блядь, в Саратов? Там такие... Александр Забродин! Да? Да. Что? Где тут поезд на Саратов? Уже ушел. А куда? Ты прикинь? Я ебул вообще. Ты просто пишешь предложение и говоришь, это анекдоты. Это анекдоты, понял, да? Добивка. А? Покажи сколько вам процентов, 50-60. 40% догадали. А, обалденно. Обалдеть, 40% сканворда. Так, пришло время для графического вопроса. В смысле, графический вопрос? Он сейчас сфоткает нам картинку и на телефоне нам покажет. Это хоровод. Судя по картинке. Ну, либо какая-то секта. Семь букв. Хо-ро-вод. Пишем, пишем. Ты так считаешь? У тебя есть варианты? Блядь, опять объебался. Ну, это очевидный хоровод. Очевидный хоровод. Ну, че? Ее рвут на груди. Тельняшка. Рубаха еще рвут на груди. Шесть букв. Ну, наверное, рубаха. Рубаха. Соберись, соберись, проснись. Блядь, какой-то легкий. Хотел разъебать его. Через форекс. А помните про Саратов было? Автогражданская бумажка. Права. Пять букв. Права. Последняя С. ПТА. Ну, а если так? ПТС. Прав. ПТС. 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 Автогражданская бумажка. Да. Полис. Автогражданская. Ну, страховой. Забродин опять верно отвечает, ребята. Какой страховой полис, блядь? Причем здесь автогражданская ответственность? Страховой полис. ОСАГО. Алло. А? Это анекдот записан. Остров Эспаньола сейчас. Пять букв. Да. Остров Эспаньола сейчас. Эспаньола, остров, это вот такой формы остров, да? Блядь. Остров Эспаньола. Эспаньола сейчас. Может, это тоже ваше надо звонить? Это определенно. Там еще какой-то... Пять букв. Пять букв. Вторая А, последняя И. Бали. Бали. Испаньола. Вторая А. А типа это какой-то вот знаменитый остров, мы должны знать, и что он сейчас. Точно, знаменитый, очень. Вторая А. Это даже больше острова. Мальдивий. Это, которая Кюри открыла. Мальдивий. Поняли, как связал с начала передачи? Пять букв. Пять букв. А последняя? И. Вторая А. Давайте уже подсказку какую-то используем. Какую? Можно открыть букву, либо подсказку сказал. У нас есть, кстати, мудрец по сканвордам. А она ушла. Она сказала, я не могу это терпеть. За такое время четыре сканворда, блядь. Она, кстати, с лестницы орет. Конченые! Но это не подходит, к сожалению. Кончи подходит. Кончи не подходит. Остров Кончи. Зал, может? Да. Итак, уважаемый зал. Подскажите, пожалуйста. Может быть, у кого-то есть весы? Может, господин Борщевский здесь есть? Остров. Остров Испаньола сейчас. Я так понимаю, что раньше он назывался Испаньол. Таити, нам подсказывают. Как? Гаити. Гаити, абсолютно верно. А кому балл? Человеку. Николаю. Человеку, ладно. Николай живет? Да. Счет. 12-8-1 счет. На мае. Нормально ты, вовремя. У него и то максимум два может заработать. Осталось чуть. А у нас три подсказки на двоих или у каждого? Я думаю, на двоих. Согласен. Согласен, она идет по массу. Как бы оно и все. Всю жизнь бы так сидел. Как бы да. Гаити. Ударный мороз. О. А, блядь. А появились, может, новые буквы? Только О. Не капельки. Мы можем открыть. Давай откроем буквы в ударном морозе. Ну, давай, букву Х. Не, мы откроем словом. Не делом, а словом. Просто угадаем слово и откроем все буквы? Нет, которая... Максим, там есть слово, которое нам поможет? Да. Давай. Их очень много, кстати. Давай. Почему мы не занялись этим? А, мы просто угадаем все слова? Охуенно. Генеально. Работает припеваючи. Три, три. Десять букв. Заканчивается на А. Пятая, шестая, седьмая, восьмая. Лист. Что? Вокалист. Четыре буквы. Четыре буквы. Лист. Пропуск А. Работает припеваючи. Вокалистка? Вокалистка, да! Да! Неплохо. Поняли? Припеваючи типа. Ну, боже, блядь. Лешкин кот, ёбтумай. Она, может, еще и припеваючи. Ну, а там и прикуриваючи еще. Ну, да. И прибердываючи, да, там же. В кальцике не знаю. Она, когда прикуриваючи, особо работать не хочется. Да, она, когда припеваючи, она и туда и в гостиницу поекаючи вообще, и потрякаючи. За доплату, за деньги, да, как говорят великие. Итого у нас открылась первая буква. Морозе, это К. Первые две. Калатун. Калатун, Илья Макаров. Да. Ударный, понял, да? О, вколотил чисто. Вколотил чисто. Калатун, нормально. Нормально. Как тачдол. Тачдол, блин. Калатун. Тачдол, дал ушел. Я с тачмахал. Такс. Синхронная такса, за это балл не дают? Дают. Это два балла. Два такса, два балла. Я сейчас буду таксать полчаса. Хоть раз да попаду. Тут попасть надо, брат. Давай, давай. Поехал. Имя Хоббита. Эндель. Фродо. Фродо, самый знаменитый. Отстань. Выйди. Дай проиграть передачу. Так себе передача. Интеллектуальная. Телевидение. Ой, блядь. Фридо, говорите? Фрудо. Картошку Фродо одну с этим сырным соусом. Ну, Фродо, Фродо. Всем вам, блядь, хихоньки да хахати. Меньше посидим, блядь. Меньше посидим. 40% сканворда. Меньше посидим. Это 40 было 10 минут назад. А, Калатун сразу занял пол сканворда, да? Бумажная вопрошательница. Не буду вам буквы говорить. Не говори нам буквы, мы посидим подольше. Шесть букв. Бумажная вопрошательница. Ну, заявление, что выпрашивают, бумажная вопрошательница. Ну, шесть букв заявления, да, конечно. Это было... А вот, товарищ Блядь, оскорблять нас будешь вот еще сидеть? Ну, шесть букв, конечно, тупарь. Чуть-чуть хотелось бы. Тупарь воничий. Немножко. Давайте, ладно, вам. Первые три буквы — анк. Только не анкл Бен. Анкета. Да. Анкета. Я так специально быстро сказал, потому что ты, блин, тоже быстро не надо говоришь. Тоже вообще. Это все из-за тебя, короче. Автор собаки на сене. Четыре буквы. Какой-то высокий мужик. С вене. С вене. А есть буквы у автора собаки на сене? Две. Первые две В, всего четыре буквы. Веня. Веня. Из-за лупки. Вениамин. Ве. Ве. Бля, как его зовут? Вего. Да? Ве. Анри Вего. Вего. Собака на сене. Блядь. Я бы поставил Вего. Не, ну объявился точно. Я бы поставил Вего, похуй, подходит, не подходит. Ну а что? А давайте что, мы откроем что-нибудь, чтобы было Вего? Автор собаки на сене. Робин среди стрелков. Три буквы. Гуд. Гуд. И получается Вего. Да, сейчас получится. Это изи. Ну одна буква, короче, неизвестна, получается Вег. Блядь, что, реально Вего? Вего. Может, Веган? Так четыре буквы. Четыре буквы. Но у нас вот, смотрите. Вегн. Мы не узнаем эту последнюю букву, пока не отгадаем столицу на реке Ишим. Ебанья. Как все в ваше упирается, а? Козел этот ваш. Кто еще география? Кстати, можете еще эти открыть. Буквы просто, да? Да, подсказку взять. А сколько в столице букв? Шесть букв. И мы ни одной не открыли? Три открыли. А какие открытые? Ага, и сидим тут. Ну просто хотелось немножко удлинить передачу. Ас. Астана. Да пиздец. Да. Тана. А там, получается, автор собаки на осенье Вега. Объебался. Это Винсент Вега, наверное, из этого. Ты что, в детстве в Вегу не играл? Поставь ему 0,9 балла. Вегу играл. За Вегу. 0,9 балла. За неоткрытую букву. Подожди. Так это что, это про Казахстан была речь? Ишим, видимо, да, река в Казахстане. Или это регион, или что это? Столица чего? На реке. На реке Ишим. Ишим, наверное, в Казахстане. Гугли, давай. Ладно, потом тогда уже. Ну или я. Жди звонка ночью. Я понял, кто самая крупная из чистиковых. Бабка. Наташа. Натали. Короче, там 5 букв, 4 последних Айра. Я угадал. Молодец, Макс. Это с Айра была. Это реально с Айра? Да, реально. Я сейчас перепроверю. Это реально, блядь, рыба. Нет, не с Айра. Нет? Еще одна есть такая мразь. Майра. Нет. Вайра? Нет. Байра. Нет. Вайра. Нет. Найра. Нет. Жайра. Нет. Айра. Гайра. Нет. Вайра. Нет. Ваинга. Шайра. Нет. Шайра. Нет. Чайра. Нет. Аайра. Райра. Нет. Так что, скончились буквы или буквы? Нет, есть еще. Лайра? Нет. Лайра, вайра, байра. Тайра. Дайра. Гайра. Господи, какое нахуй интеллектуальное шаги. Самое интеллектуальное. Яайра. А прикинь мы сейчас бы на это еще. Мы используем подсказку открывать буквы. И те же называем просто. Здесь одна буква, нужно просто попасть в нее. Ну, это же буква. Мы столько много поняли этого задания. Юайра. 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 Мягкий знак айра. Авиаперелетчик. Юайра. Пользуйтесь нашим еще. Мы самая крупная из чистиковых. В одну единственную букву до сих пор. Но майра, блять. Да нет. Вайра. Найра. Дайра. Нет. Тайра. Нет. The Creator. Вот вы вокруг нее ходите. Вы просто полфарит ходите вокруг нее. И все. Лайра. Да пиздец, блять. Пайра. Нет. Чуть на меня, чуть-чуть. Макс Айра. Чуть-чуть на меня еще. И Айра. Кайра. Да нет, ты принцип не понял. Да! Кайра. Кайра. Нормально. Я не заслуживаю балл за это. Спасибо. Коляну. Добавь ему к Вега 0-1 балл и получится общий один. Я считаю это Коляну балл. Колян, да. Ха-ха-ха-ха. Такс, осталось, ну немного, где-то восемь слов осталось. Тьфу. Философский стих самурая. Хоку. Хоку. Все видно. Илья Макаров. А, а засчитали Илье Макарову. А? Ну ты моим голосом нахуй я сказал. Ну да, зачем я сказал твоим голосом. И получилось как будто два Макара. Ну просто стерео Макар. Капель с капитала. Процент. Пять букв. Прибыль. Прибыл. Прирост. Навар. Пять букв. Навар нахуй. Первая, первая R. Значит, результат. Пока хуёвый. Очень сильно хуёвый пока что. Пять букв, первая R. Да, последняя A. Капель с капитала. Капель с капитала. Капель с капитала. Работа такая. Нахуй эту капель, давай другое. Так нельзя, брат. Я же не вырву ее сейчас вот так тонко. Не, мы другое слово. Давай. И капель откроется. Давай. Капель с капитала. Я не записал московский говор. Ничего себе. И тогда что у нас там по капеле получается? М посередине. R, N, A. Между ними по букве. R, N, A. Ну, серьёзно? Капель с капитала. Капель с капитала. Ну, очевидно, жрунда. Р, N, A. Вот это типа дын-дын. Минус рубль. Ну, мне кажется, это даже больше не про капель, ну, в смысле, это не процент с капитала, а это… Издержки-то, скажем так, убытки. Получение прибыли с аренды. Рента? Да. Слишком явно подсказал, да? Да. Уже бы сказал слово уже. Не то чтобы издержки, это, знаете, это рента. Лакар бал, я считаю. На место по делу поставил ведущего. Как вам сказать? Да, блядь, похуй надо домой же ехать. Нашдак у косметолога. А, пилка. Девочки, сейчас заерзнем. А у этой пилки есть научное название? Скраб. Да. Скраб. Да. Поменяла тебя Москва, Илюха. Поменяла, зачистила, так сказать. Чистим и стало, Илюха. Чистим и стало, Илюха. А теперь скрабом пользуешься. А, блядь, скраб, блядь. Э, а будет скрабовый салат? Че за Новый год, нахрен? С утра ты взял мой авокадо, теперь скраб, блядь. Чувак, вон сад. Чувак. Чувак Маккап, ага. Князь, большое гнездо. Не сразу. Не сразу мы назовем этого. Все волонтарь… Все волонтарь… Но это я тоже знал. А что смотрел? Я его лично знал. Вась-вась и близких были. Когда вот эта история про лучники… Яхта конькобежец. Опа, не все легко. Что? Я вот этого я не знаю. Яхта. Конькобежец. Яхта. На самом деле сложно будет здесь. Яхта конькобежец? Это, я скажу тебе, братец, это летучий голландец. Четыре буквы вкладываются в целом. Да. Да. Давай четыре из этих оставим. Лету. Лего. Да, Лего. Мишка же у нас конькобежец. Яхта конькобежец? Чувак, блядь. И начал… Когда сейчас мой лет… И песня переросла. Конечно, блядь. Как запей вам, так Мишка, блядь. Яхта конькобежец. Летом коньках беги вам, заебали, блядь. А нет ощущения, что это нахуй вообще не вопрос? Есть. У меня ко всему здесь есть такое ощущение. Это яхта, корабль и конькобежец. Четыре буквы. Четыре буквы? Куда уехал? Сейчас смотри… Не льстите себе, мадам. Сейчас будет четыре буквы, и Илюха опять в одну объебется. Сейчас скажешь три, он скажет… Первое – Б. Б. Две последние – Ер. Ер? Да. Блэр? Блэр? Нет. Ну погнали подбирать слово. Погнали. Поставлю схему. Интеллектуальное шоу. Блэр. Ну я даже не знаю, как вас навести здесь. Блэр. Я не знал этого слова. А эту букву мы можем… Могу… А? А эту букву мы можем… Мы можем добыть эту букву другим словом? Нет. Закрыто. Блэть. Глухо. Тупик. Ну поехали. Ну поехали. Байер. Буэр. Как? Буэр. Да. Да. Спаситель. Ты сейчас нам пять минут просто спас. Не дал возможности алфавит подучить. Буэр. Еще один балл. Забер. Фильм. Сегодня-завтра. Пропуск. Сегодня-завтра. Вчера-послезавтра? Да. Спасибо, Саня. Спасибо. Все, это конец шоу. Фильм. Блядь. Да вчера, да? Вчера, сегодня-завтра. Послезавтра. Я понял. А о чем речь? Фильм назывался так. Да. Я понял. А когда посмотрел его? Вчера, сегодня или завтра? На три дня растянул. Последний есть вопрос. Даже не знаю, как его задавать. Прям реально последнее слово у нас осталось? Последнее слово. У нас еще есть суперигра. Последнее слово. У нас есть суперигра. И все сходится пока что, да? Да, все сошлось. Охуенно. Никогда такого не было. Листва елок. Что же это может быть? Потянем время. Листва елок не ищет. Не, еще может быть, листва елок от елок недалеко падает. Да. Листва елок лиственница получается. Листва елок третьих. Это какой-то сердский князь? Листва елок. Листва елок третьих. Ну а там, короче, первое х. Ну а потом в, о и все. Второе неизвестное. Третье, четвертое, о я. О я, да. А, блин. Ну ху, о я. Может, тогда шесть. Х, шесть, о я. Может быть. Или дробь. Они хотят нас запутать. Ну в. В. Ну в. Илья Макаров закончился. Ребят, ну это еще не все. Это у нас кармежуточный финал. Мы сейчас подводим итоги. Я сейчас считаю. Два, три, четыре, пять. Пока можете вспомнить какую-то любимую композицию и послушать у себя ее. Да. Раз, два, три, четыре. Ты какую слушаешь? Не воровка, не шалова. О, хорошая. А у меня, знаешь, вот это? Ничего не говори. Это желтый огонь гудит. Ты в глаза мне не смотри. Ничего не говори. Идут проигрыш. Счет у нас. Мои команды КВС. У Коляна два. Коляну поотслухаем. У Макара 18. Ты охерел. У Забы 20. Поздравляю. Но, но, ребят. Вот эти две Animal Planet, блядь, туда и ушли. Да, да. Ты понял? Да не, это еще, знаешь, я бы выиграл. Бля, как ты до хвои дошел, не знаю. Там еще и буер этот тоже. Ты просто хвою как-то так, прям на нахуй. Так, я предлагаю сыграть в суперфинал. Так. В кате-сканворде есть. В этом суперфинале я предлагаю победу 3 балла оценить. Ну, типа, чтоб ты выиграл, понял? Ну, чтобы было интриги. В отношении вопроса, пока я читаю, можно шутить, это тоже будет оцениваться. У нас есть интеллектуальная загадка. Я, блядь, 7 шуток, блядь. А прикинь, если бы Колей можно было шутить, он бы нас разъебал бы вообще в чистую. Было бы... Ну, Коля, 32, Макар, 4. Гаитами расхуярил бы вас. Кто ему знает, кто такой Анискин? Похлопти, кто знает. Это 70-го года рождения люди, да? Анискин — это такой советский следователь. Участковый даже, по-моему, да? Да, участковый. Анискин и Фантомас, он на мотоцикле с люлькой ездил. Почему-то он в этой книге, я не знаю. Это реальный персонаж? Ну, это фильм такой был, там, Анискин и Фантомас, Анискин и кто-то там, и так далее. Это логическая задачка, детективная, загадка. Я сейчас буду... А у Миты уже приехали. Ну, если я подмогу. Сейчас задают, извините, что опоздали, про наших, про нас. Про Анискина будет задачка говорила. В конце. Сейчас будут, давай, про нас. К восьми надо успеть. Бал, Макар. Итак, называется «Дело о племяннике». Я читаю условия, нужно быть внимательным, потому что там где-то будет крыться разгадка на вопрос, который я в конце задам. Так, погнали. Следователь Анискин только вошел в кабинет с кружкой ароматного горячего кофе, как вдруг... О, мы же разыграем его? Ну, ты будешь Анискин? Ну, чуть-чуть, условно. Давай, давай, Анискин. Анискин зашел в кабинет... Я наставать не стоит, да? Нет, сиди. Зашел в кабинет с кружкой ароматного горячего кофе... Ну, просто, потому что ошибательно. Вдруг Старлейс Сидоров обратился к нему. Вы вовремя, товарищ майор! Вы вовремя, товарищ майор! В особняке одного из коммерсантов шум и крики. В особняке одного из коммерсантов шум и крики. Мы возле особняка, кстати, в окно смотрим. Соседи только что позвонили с жалобой. Удачный РУВД у нас расположен. Соседи только что позвонили с жалобой. Ехать никуда не надо. Каждый раз около любого преступления находимся. Удобно. Мы, знаете, дела же решаем, которые слышно просто вокруг здания. Это, знаешь, это вот так. Если я преступлений не вижу, это не наша юрисдикция. Семенович, заебал орать после одиннадцати! Все, дело раскрыто. На пороге особняка полицейских встретил. Мы перенеслись на порог особняка. Я все проебал, ну ладно. Мы уже приехали на дело. Там были крики. Мы приехали на порог особняка. Давай, писк УАЗика. И какие-то пацаны побежали куда-то. Да-да-да. Спиваться. Бежали. Их встретил представительный, но несколько растрепанный мужчина и провел в кабинет. Это Коля. Представительный, но несколько растрепанный. Коля должен участвовать. Коля, встретишь? В углу кабинета лежал связанный ремнем щуплый паренек. Нет, ты связан. Ты связан, а я представительный растрепанный. Ёпту мать, еле связал. Мой племянник откровенный балбес. Начал свой рассказ пострадавшим мужчина. Он никак не может найти себе работу и постоянно ходит ко мне и клянчит деньги на развлечения. На этот раз он тоже пришел за деньгами. В его глазах я заметил подозрительный блеск. Мы долго разговаривали. Сначала спокойно. Потом племянник начал поднимать голос. И, наконец, уже просто кричал на меня. Я с трудом сдерживался, но нервы мои уже были на пределе. И чтобы немного расслабиться, я достал хуку. Я растрепал. И он чуть растрепался немного. В общем, я с трудом сдерживался, но нервы мои уже были на пределе. И чтобы немного расслабиться, оперся рукой на вот этот старинный столик с мраморной столешницей. Мы с племянником продолжали общаться, а я заметил, что столик шатается, и машинально наклонился, чтобы подложить. Какой подозрительный блеск в глазах. Это как-то начало парнухи. Такой, очень... Коль, ты рассказывай, рассказывай. Да, но как только я наклонился, в сантиметре от моей головы пролетел бронзовый канделябр. Ага. Рядом с которым стоял мой непутевый племянник. Очевидно, негодяй. Племянник, а не канделябр. А негодяй, негодяй. Чтоб у вас заблуждение следствия не вести. Так разозвился на меня за то, что я не даю ему денег, что решил прикончить меня на месте. Как же хорошо, что я в этот момент наклонился, иначе бы вы уже со мной не разговаривали. Что было дальше, сухо спросил Анискин. Понял, да? Я отвечаю. Как совпало, как совпало. Так, давай коротко, да? Коротко. Дальше что было, как в тумане. Я услышал свист канделябра, затем раздался звон стекла. Пролетев надо мной, бронзовый подсвечник угодил прямо в окно. Посмотрите, как оно разлетелось. Быстро оценив ситуацию, я набросился на моего явно сошедшего с ума племянника, повалил его на пол и смог связать ремнем из собственных брюк. Так. Потом я собирался вызвать полицию, но вы и так уже приехали. Здесь каждое слово важно. Я представил, что он не ремень выточил из брюк, а именно брюки. Брюки из ремня. Как ремень использовал, что так штанинами перевязал его просто. И сейчас он растрепанный. И голый, растрепанный. Да, вот так стоит. С ремнем. Ремень, да. И у него еще галстук, рубашка вот так тоже висит. Ой, блядь. Так. Ну а вы что скажете в свое оправдание? Ответ у нас. Обратился следователь к непутевому племяннику. Обратись к непутевому племяннику. А, племяннику. Что вы скажете в свое оправдание? Все не так было, пробурчал тот в ответ. Коля? Да ладно, может, и будет так. Да ладно, не надо, пойдем, ребята. Если никого не увлекает, мы нам тоже нахо это не надо, блядь. Мы ради Коли собрались. Мы думали создать атмосферу. Все компанией, друзьями собрались. Как-то подружиться, все мести как-то. А Коля такой просто хер выложил, положил. Разгадывайте, говорит. Говорит, три буквы, вот вам разгадывайте. Подсвечник, я в него кинул, блядь. Венделябр есть какой-нибудь? Венделябр, дайте. Венделябр. Блин, Коля, у него настолько отсутствующий вид. Он как будто бы использовал это мероприятие, чтобы пиво пить с женой. Просто под шумок. Это бал. Да, да, очень интересно. За вас-то. Да, да, они... Охуенно, они... С комфортом, блядь. Что вы скажете свое задание связанному племяннику? Он говорит, да, я действительно просил у дяди денег, и он мне их не давал. Но никаким канделябром я в него не швырялся. Я всего лишь намекнул дяде, что знаю кое-что о недоплаченных им налогах. И если он не даст мне немного денег, то и я молчать не буду. Услышав о налогах, дядя набросился на меня, повалил на пол и связал руки. Я не знаю, что он собирался со мной делать. Потом... Мы-то знаем, да? Да. Но услышав, что вы подъехали, он тут же схватил канделябр и швырнул его в окно. Но он часто ел у меня и говорил, спи, спи. Ложись уже спать. Хобачок, ложись. Спать, спать, спаю. Тихо, 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 тихо. А потом уже вы ваши, и мне кажется, очень вовремя. А Низкин сурово посмотрел на дядю и покачал головой. Дядя закричал, вы что ему, верите? Верите этому прохиндею, а не мне, серьезному, солидному человеку. Немножко брюками вместо ремля. И слегка взялошенному. Как ни странно, да, твердо ответил следователь. Сложившись ситуации, я верю именно этому, как вы его назвали прохиндею, а не вам, солидному, как вы считаете, человеку. Ваш племянник, безо всякого сомнения, поступил нехорошо, скатившись до шантажа. Но и вы вели себя противозаконно, за что и будете наказаны. Дальнейшее расследование показало, что Анискин, как всегда, оказался прав. А ты, сука. Вопрос. Как наш следователь догадался, что племянник говорит правду, а его дядя пытается запутать полицейских? Время. Но в таких историях важны именно детали. Детали, детали. Поэтому ответ – горячий кофе. А я ароматный, ароматный горячий кофе сам посмотрю. Короче, я думаю, дело было так. Смотри, этот взъерошенный. Ну. Говорит, я увидел, что качается ножка, да, и типа наклонился, а тот кинул в меня канделябром и разбил окно. А окно, блядь, вон там. А ты как по истории планировку увидел, блядь? Ну, вот. Я думаю, Анискин тоже подумал, как-то стулик здесь, окно он разбил там. Еще очень важно посмотреть на картинку здесь. Понял, да. Так, все-таки окно здесь. Окно все-таки за столиком, блядь. И он в брюках, как бы нам не хотелось по-другому. Слегка взъерошенный, действительно. Слегка взъерошенный. Так, но почему нет стекла возле окна и стоит кактус? Если хотите, на тебе. Давай смотреть. Собирайтесь. Ребята, у вас пока что-то новое выходит, где-то концерты, может, какие-то, где-то что-то там, пока ребята вешки думают. Максим, Максим, а есть, знаете, какая версия? А где стоял канделябр, если не на столике? Вот тебе, блядь, и молодец. Удачи тебе по жизни. Вот, канделябр-то, наверное, должен был стоять на столике. Самое логичное. Как племянник может взять? Либо у ментов на их столике. Да, если и они. Самое логичное. Короче, правильный ответ. Вы не очень детально изучили картинку. Здесь у столика три ножки. Если бы одна была бы сломана, тогда бы она вообще бы нахуй бы, блядь, и упала. И вообще бы тогда, да. Ага. Трехножный столик. Трехножный столик. Вот она, ответа. Ребята, ответ где? Итого, у нас никто не зарабатывает балл, но так, как во время разгона, я подсчитывал, у Макара два плюсика, то, значит, счет у нас становится. 20-20, ребята, это ничья! Легендарная ничья! Пожалуйста, внесите главный приз, ребята. Спасибо! Приз, можно музыку? Вот, ребята, главный приз в шоу «Сканворды». Мы его носить будем сутки и через сутки. Легендарная охранная кепка. Я хочу предложить пацанам, я думаю, вы будете не против, расписаться на этой кепке и разыграть ее в комментариях для самого активного подписчика. Мне кажется, классная идея. Да? Да? Да. Да. Да, блядь! Посады, пожалуйста. А потом охеренство. А еще очень классная идея подписаться на канал Макса, мне кажется. Вот очень классная идея. Подписывайтесь, ребята, на канал. Куда я говорю? Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Дизлайков не делайте. Свидите за новостями. Все. И звоночки, колокола там. Макс, прикольно, что ты это все фотографию сказал. Подписанный подписчик. Да, кстати. Незнакомый мужчина сбоку, верно, сказал. Только подписанный подписчик. Это важное условие. Быть подписанным на канал и комментировать видео. Вот и все. Что-то из технической информации надо еще сказать? Я почему-то у вас хотел посоветовать. А потому что, вот, видите, мы семья уже. Уже прям семья. Мы семья, действительно. Ты что? Он там, дорогой подписчик Макса. Эта кепочка достается тебе. Там Кайра подписана. Это фраза для охранника. Отойди, не видно. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите домой. Из любого строительного вагонщика вот эта фраза была. А, вы от Валерича заходите. А, вы от Валерича заходите. От Валерича заходите. От Валерича заходите. Блядь. Готовый диалог под кепкой уже. Это анекдот новый. Бля, кстати. Да, заходите, пожалуйста. А, надо еще две кепки мыть. И мужик потом будет кепки вот так листать. Клево, пацаны-то начисали. Бля, конечно, если бы не маркером, блядь, побольше бы влезло. Это, блядь, все анекдоты мира бы влезли. Просто там... Это эксклюзив, ребята. Мы оставили послание. Такого неукала точно нет. Эта кепка, ребята, доставится человеку, который в комментариях придумает вопрос на ответ, который мы сейчас дадим. Прикольный, оригинальный вопрос, который может поместиться в квадратик сканворда и быть вопросом к ответу. Какой ответ? Любой давайте придумаем. Ответ? Да. Мне нравится слово зерно. Да. Зерно. Это зерно. Зерно. Человек, который придумал самый клевый, оригинальный вопрос для сканворда к ответу зерно, тот получит кепку, подписанную Забой и Макаром. Е! Ура! Это сканворды, нахуй! Пацаны, не шутки! Я с этого начну. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok